Добрый день, друзья! Мы все разные. Разные по психологическому устройству. То есть, людей можно условно разделить на различные психологические типы. Или сокращенно на психотипы. Если проводить аналогию с животным миром, то у животных это сразу видно. Сразу визуально можно различить кошку от собаки, от птички, от рыбки. И понятное дело, что у них и психология разная, и физиология разная. Это очевидно. А вот у человека немножко иначе. Внешне мы очень похожи. И по психологическому устройству мы зачастую тоже похожи. Но все-таки мы разные. То есть, мы различаемся друг от друга по чертам характера, по свойствам. У нас разные видовые роли. То есть, исторически сложилось так, что мы заточены под разные цели. Ну вот, рассмотрим на примерах, чтобы было лучше понятно. То есть, какие классы общества были раньше? Вот задумайтесь на секундочку. Всегда были земледельцы, которые сеяли, жали, сажали, обрабатывали землю. И те, кто снабжали нас продуктами питания. Всегда были ремесленники. Это уже другой класс. То есть, у них было ремесло такие. Это были такие умельцы, которые делали орудия труда как для земледельцев, так и для военных. То есть, создавали для них оружие. Всегда были военные, охранники. Ну, переводя на современный язык, полиция такая. То есть, воины, стража. То есть, те, кто совершали функцию защиты, а также соблюдение порядка. Ну и сами, точнее, само правительство. То есть, правление, грубо говоря, переводя на современный язык, администрация, президенты или условное разделение правительства. То есть, правительство. И ведь у каждого класса общества свои задачи. Ни одна задача, ни задач не важнее другой. Потому что все эти задачи необходимы для выживания и продолжения рода. Для того, чтобы быть хорошими земледельцами, нужны определенные свойства характера. Нужна определенная психология. И нужна определенная физиология. Ну, например, земледелец должен уметь выполнять монотонную работу. И при этом от этого не уставать. Земледелец должен быть физически крепким. Для того, чтобы, ну, пахать, сеять. Причем в больших объемах. Не в объемах одной сотки, а в объемах одного гектар. Десяток гектар. При этом он должен испытывать удовольствие от работы. Умельцы и ремесленники, для того, чтобы вам выполнять свои функции, должны обладать несколько другими качествами. Они должны быть сосредоточены на деталях. И пытаться сделать орудие труда совершенным. Качественным. А это означает, что ремесленники должны много времени проводить над своими изделиями. И тело у них также будет соответствующее. Они особо далеко никуда не ходят. И в основном работают над своими изделиями. Воины, полиция, стражи, охранники. Это уже другой класс общества. И для того, чтобы выполнять свои функции, нужна другая и психология, и физиология. Они не должны не бояться ничего нового. Потому что в их жизни постоянно происходит что-то новое. Какие-то постоянные изменения. И эти изменения, их не должны пугать. А наоборот, приносить удовольствие. Соответственно, возбуждать. И стремление к изменениям, к новшеству у них уже в крови. Стремление соревноваться. Стремление воевать, завоевывать. Это у них в крови. И тело должно быть также соответствующим. Оно должно быть гибким, подвижным, быстрым. У правительства также должна быть другая психология. Своеобразная. Вот правительство. Это люди, которые должны думать сначала о вас. А потом уже о себе. В последнюю очередь. Причем у их основная цель. На выживание. Выживание любой ценой. Без каких-либо ограничений. Вдобавок, у них должна быть такая энергия, чтобы люди за ними шли. То есть, энергия лидера такого. Ну, теперь мне кажется очевидно, что у каждого класса людей, для того, чтобы они выполняли свое назначение, то есть, свою видовую роль, должны быть соответствующие и черты характера, то есть, соответствующий психотип. А также и физиологически они должны выглядеть соответственно. В современном мире это сложно заметить, потому что произошло разделение труда. После разделения труда были войны, строительство городов. Все люди из деревень переехали в город, из города в деревень. И все поперезапутались, поперепутали что, где, когда и потеряли начало и конец. К тому же, не все знают свой род, хотя бы там до четвертого колена. И поэтому у нас возникают некоторые сложности в определении самого себя, в вопросах самоидентификации. Но мы сейчас говорим о том, что люди по психологическому устройству разные. У них и цели, соответственно, разные. Видовая роль у них тоже разная. Так вот теперь, какая бывает видовая роль? Точнее, какие бывают психотипы? Вот это деление, оно было везде. Все пытались делить людей. Юнг делил людей на 4 категории. Классическая психология на шизоидах делила на 12 типов. Системно-векторная психология делила на 8 типов. По типу темпераментов можно определить людей на 4 типа. Холерик, санглиник и так далее. Гороскопы пытались разделить людей на 12 типов. И тут надо увидеть во всем одно. То есть то, что действительно люди разные. Разные по психологическому устройству. А так как они разные, соответственно, у них все разное. У них разная цель и назначение. Сексуальность у них тоже разная. Ценности разные. Устремления разные. Страхи разные. И вот если вы не будете различать людей, не будете понимать их устройство, то, конечно, и взаимодействие у вас не будет происходить плодотворным. Так получилось, что для выживания мы должны, мы выбираем, точнее, людей полных противоположностей нам. Нас всегда тянет к женщинам, которые являются полной противоположностей нас. И именно отсюда исходит вот это недопонимание, разбитые сердца. Потому что мы совершенно разные. Как говорится, противоположности притягиваются. И это действительно так. И у противоположностей и сексуальность совершенно разные. Соответственно, в этих вопросах нужно разобраться.